Зарядка с чемпионом началась с представления стран-участников. 53 национальности, десяток вузов и более трех тысяч человек встретились на стадионе «Спартак». В едином порыве молодые люди готовы доказать, что новое поколение умеет следить за своим здоровьем и ведет активный образ жизни. Пусть такая погода сегодня, но наше настроение будет сильнее и погоды всегда, и всех трудностей. И в этом мы с вами абсолютно едины. Ну что, мы начинаем! Студенты Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова уже пять лет проводят общие зарядки. В этом году занятия физической культурой они посвятили Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Поддержать будущих чемпионов приехали губернатор Рязанской области Николай Любимов и известные спортсмены. Серебряный призер чемпионата Европы, чемпион России под дзюдо и самбо, мастер спорта международного класса Андрей Волков показал упражнения, которые сам делает каждое утро. Упор на правую ногу и наклоны, которые будут прийти на разные ноги. Движения, в принципе, они простые, тем и важна зарядка, что она не занимает так много времени, но она нужна для здоровья любого человека. То, что у нас, вот мы живем 300 дней в году на сборах, у нас очень тяжелый график, и каждый день мы начинаем с нее на протяжении 30 минут, первым чем мы занимаемся, мы делаем зарядку. Своими секретами со студентами поделились чемпионка мира под дзюдо Марина Воробьева и дзюдоист, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Михаил Пуляев, а также победитель первенства Европы среди юниоров в погребле на байдарках и каноэ Олег Гусев. Все все делали, никого сложности не возникало, в общем, море позитивных эмоций, новые знакомства. Нам понравилось, очень приятно, особенно утром. Все очень классно, здорово, позитивно, жарко. Мы любим Рязгому и мы это доказываем. Это очень круто, это бешеный заряд, просто адреналина, драйва, это все. Когда ты не можешь стоять ни секунды на месте, тебе постоянно хочется вот так и вот так, и вообще это очень круто. После качественной разминки студенты и сотрудники сдавали нормативы ГТО. К юному поколению присоединился и ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова, посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин. Его физической подготовке позавидовали многие молодые люди. Золотой значок – мечта, ради которой юноша и девушки готовы работать над собой. Восемь лаборантов и преподавателей, студентов Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова смогли воплотить ее в жизнь. Те же, кому вершина еще не покорилась, готовы пробовать вновь, ведь теперь в их руках есть новое оружие – чемпионская зарядка. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».